Здравствуйте, меня зовут Хаджим Ирзад. Я был в качестве гостя, наблюдателем... Вы представитель сирийского кюрдского народа? Да, я не был представителем. Наблюдатель? Наблюдатель, да. Я наблюдатель, но я по национальности курд. Вот этому, я думаю, я представляю своего народа. Мы узнали, я извиняюсь, что из самого Сирии сирийские курды не были представлены, так как Турция сказала, что если они будут здесь, то турки сами не будут. Это так или нет? Это так, потому что сейчас Турция варварно нападает на город Африн, на мирные жители. Турция не хочет ни участия, ни каких курдов. Вот этому она запретила, чтобы курды не участвовали. И Россия в ильтаматум, что если курды будут, то они и их оппозиция не будут. И как вы, в качестве наблюдателя, присутствовали на собраниях? Что там происходило, если можете рассказать? Как была кухня изнутри? Это собрание, это основное, это оформление комитета для подготовления нового конституции. Вот это, я думаю, участие в новом конституции курдам очень важно было бы и очень хорошо было. Но внутри кухни, я думаю, без курдов ничего не будет. Оформление 175 имя назначили, чтобы и этот комитет, который будет в конституции. И дальше пойдут в Дженееву, и она чрезмерный путь, я думаю, что-то придумают. А Турция, если оставила ультиматум в России, то она не может в мировое общество поставить свою ультиматум. Ясно. И какая ситуация сейчас в Африне? Что там происходит? В Африне что происходит, это ужас. Это ужас, что происходит. Там, во-первых, много детей убивают, много мирных жителей, которые в блокаде. Это единственный город, после Гута так было и сейчас в Африне. Даже в Гута были свои выходы. Там полностью город в блокаде. Некуда им ехать, мирным жителям. Там 50 тысяч солдатов, которые раньше начислились в списках терроризмов, блокируют вместе с турецкой армией Африн. И из турецкой авиации самолеты, которые бомбят Африну. Это около 70 самолетов. А еще работает и авиация. Да, авиация около 70 самолетов. Турция признает. А операция называется Оливковая ветвь? Да, Оливковая ветвь, потому что, насколько город Африн, известен Оливками. Турция еще тяжелым артиллерием, тяжелым оружием. И есть очень большое подозрение, потому что много фотографий нашли, где боевики с масками против химических оружий. Применяют химическое оружие? Ну, они есть... Я пока не могу уточнить, насколько фотографии были, которые опубликованы в этом операции. Там боевики и террористы были с масками. Но это значит, они где-то начали использовать. Я думаю, скоро будет ясно. Ясно. Если можно коротко охарактеризовать ваши надежды от Сочинского первого конгресса. Ну, для первоначального конгресса это очень хорошо было. Я надеюсь, в будущем Россия больше роль играла, больше чем сейчас, на дипломатическом уровне. Потому что, насколько президент Владимир Владимирович, он всегда говорит, что сирийская проблема только решится через мирный путь. Вот этому я надеюсь, что во второй, третьей, четвертой, после Астаны, после Москва, один, Москва, два, в Сочинске уже будет новый этап для нового оформления Сирии. Демократическое, федеральное, не национальное, чтобы все народы могли жить мирно, хорошо. И надеюсь, что мировое общество, в том числе Россия и все так далее, и Америка, и Евросоюз, чтобы они лезли через ООН, или через Совет Безопасности, или через любой путь, который может остановить турецкий терроризм на курдских городах. То началось в городе Рас-Лайне, потом в Кубани была, сейчас Африн. Мы дальше не знаем, как, мы не знаем, какое будущее нас ждут, как курдский народ. И, если можно, короткое пожелание нашим болгарским перезрителям. Я, Болгария, желаю, чтобы счастья, чтобы болгарцы всю жизнь хорошо жили далеко от войны и от терроризмов. Чтобы, что в Сирии сейчас происходит или где-то из горячих точек, никогда не было в Болгарии. Болгарским народу очень хорошие пожелания. Это нация братима с нами. Это очень хорошие люди. Спасибо. И, если можно, еще раз ваше имя и фамилия. Хаджим Мирзад. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok